На улице Блюхера в этом году меняют почти километр теплотрассы диаметром трубы 1000 мм. Работы по площади занимают почти всю ширину проезжей части улицы. Это один из самых крупных и сложных объектов этого сезона, рассказывает директор организации заказчика. По его словам, перед подрядчиком стоит задача создать условия для нормального передвижения людей, обеспечить доступ к объектам инфраструктуры в границах проведения работ. А для жителей домов сделано все, чтобы обеспечить бесперебойную подачу теплоносителей в их квартиры. Объект сложный, опять же говорю, в стесненных условиях, но хочу отметить, что даже при таком большом диаметре на сегодняшний день нет ограничения потребителей в части обеспечения ГВС. Мы на всех объектах предусматриваем временные трубопроводы, обеспечивающие циркуляцию системы горячего водоснабжения, потому что, сами понимаете, работа длительная, несколько месяцев. Отключать потребителей и оставлять их без ресурса – это в настоящее время недопустимо в моем понимании. В границах улиц Авроры и Ивана Булкина в этом году перекладывают теплотрассу длиной почти 300 погонных метров. Диаметр трубы – 500 миллиметров. На сегодняшний день здесь уже приступили к монтажу нового трубопровода. Еще одна локация, которую осмотрели – ремонт с теплосетей на проспекте Кирова, пересечения с улицей Старозагора. Здесь, как и на других точках, работы ведутся в соответствии с графиком. Перед подрядчиками стоит задача завершить все работы на объектах в короткие сроки. Окончание работ в тех местах, где у нас школьники и дети пойдут 1 сентября в школу, поэтому тут особое внимание. Плановый срок окончания работ – 15-20 августа здесь ставится. На других объектах немножко попозже. После завершения работ на каждом объекте перед подрядчиком стоит задача полностью восстановить благоустройство территории. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.